Не нефть является залогом развитости, стабильности, а потенциал умственный, когда у народа во главе этого государства стоят здравые люди, то они приводят страну к успеху. Голос Ичкерии. Он является врагом, и защищаться от этого врага является безусловно обязанностью, священной войной для каждого, кто в состоянии вести эту войну. Оборонительная война – это не тот вопрос, в котором есть какие-то там поблажки и так далее. Если ты можешь обороняться, ты должен, обязан обороняться, и неважно, кто на тебя нападает. Если этот вопрос связан с тем, что была бы такая же реакция, типа, если бы это была не Россия, а какая-то другая, конечно, была бы. Конечно, была бы. Кем бы эта страна ни была, если она нападает, если она пришла для того, чтобы убивать твоих граждан, чтобы сделать их своими гражданами, чтобы оккупировать твою территорию, и, конечно, безусловно, с этой страной, с этой армией нужно сражаться. Но, напоминаю, на нас никогда не нападал никто, кроме России. У нас пока вот на протяжении 400 лет не было проблем ни с одной страной, ни с одной армией этого мира, кроме как с российской. Нас убивали, нас бомбили, наши города, села стирали с лица земли. Российская армия – это дело, никакая иная. Получается, кадыровский газоват – это война не против оккупанта и насильника, а против братьев-мусульман, которые вышли против оккупанта. Люля-черт, получается. Я думаю, люля-черт – это слишком легкое описание для люлей. Люля гораздо больший преступник, чем просто черт. Саламу алейкум, Тумсо. Как ты относишься к Каддафи, Саддаму Хусейну и Башару Асаду? Почему персидские монархи развивают свою страну, а Сирия, Иран и Ирак – бедные? Алейкум ассалам. К этим трем людям, которых ты назвал, я к ним отношусь отрицательно, как к диктаторам. Почему персидские монархи развивают свои страны, а Сирия, Иран и Ирак – бедные? Ну, по Ирану, Иран находится под очень серьезными санкциями на протяжении уже лет сорока, по-моему. Поэтому там и возможностей для развития у них не особо много. А что касается остальных, тут где-то идет война полным ходом. Где-то война как таковая закончилась, но поствоенные процессы идут по этому. По-моему, это очевидно, почему там сегодня нет никакой развитости. Хотя я, честно говоря, персидские монархи особо развитыми не назвал бы. И еще раз, Япон, я слышал, что этого Дадакаева-Валеда постигла та же участь, что и Ахтаева. Каждый день посещение врачей из-за проблем с Питком. Я думаю, пока еще рано с такими проблемами ему столкнуться, потому что он все-таки находится под следствием. Я думаю, он будет в отдельной камере, его будут держать. То есть никто не сможет иметь доступ к его телу. Вот когда он уже получит срок, если он получит срок и присядет, тогда да, тогда уже он будет иметь доступ к сакамбе. И кому у него появятся какие-то там, какое-то общение. Тогда все впереди, короче. Видел ролик, как флаг ЛГБТ на мечети в Германии повесили? Ролик сам не видел, но я видел новость, читал об этом новость. И, ну, это, конечно, отвратительное. Это деяние со стороны администрации, так называемой мечети. Я не думаю, что это заведение можно называть мечетью после того, что они сделали. Надо понимать, что это же сами, сама администрация этого заведения решила сделать такой жесть, такой акт. Это не власть там это сделала, здесь власть никому ничего не навязывает, понимаете. Это они сами решили вот так сделать. Ну, если они сами решили, то после этого называть это мечетью будет неправильно. Ну, это какое-то вот заведение, и какие-то чуваки, являющиеся администрацией этого заведения, ну, решили вот так себя обозначить. Все, именно так к этому и нужно относиться. На твой взгляд, насколько сильно Кремль изменил нравственную и духовную часть нашего народа? Я часто смотрю архивные съемки 90-х, и такое впечатление, будто это был другой народ. Я скажу так, у Кремля не получается до сих пор сделать то, чего бы им хотелось. То есть русифицировать нас у них не получается. Лишить нас государственности у них не получается. Даже несмотря на то, что сегодня Чечня находится под их властью, несмотря на то, что они поставили там своих марионеток, наместников над нами, несмотря на то, что они там очень серьезно терроризируют людей, напугали и запугали народ. Несмотря на все это, все равно эта республика остается автономной. Понимаете, вот о чем, смотрите, что я имею в виду. Сегодня Россия просто берет, уходит, и у нас ничего не меняется. Понимаете, вот все, как республика должна существовать дальше, все министерства, все-все-все сохранено. То есть они не могут лишить нас вот этого фундамента, что бы они ни делали. У них не получается лишить нас наших обычаев, традиций. Хотя в этом направлении они очень серьезно работают, и очень многие вещи как бы испоганить у них получается. Но вот все равно, конечной своей задачи прийти у них не получается. Как у них это получилось, допустим, во многих других регионах России, и даже на Северном Кавказе, в некоторых местах у них это получилось сделать. Русифицировать именно народ. Хвала Аллаху, что с нами у них этого пока, во всяком случае, не получилось. И будем надеяться, что у них это никогда не получится. В том, что кодироваться предателям. Но давай рассуждать. Здраво. Воевать с Россией силами Чечни – это стопроцентная смерть. Получается, они просто сохранили жизни, у кого есть право требовать у людей отдать свои жизни. Но у тех людей, которые сначала призывали воевать с этой Россией, причем воевать даже женщин, не спрашивая, у своих отцов, у своих мужей, и когда эти люди потом переходят на сторону России, от них требовать имеет право любой человек от таких людей. «А если нефть закончится, что будешь делать?» А я и не рассчитываю на нефть. У меня ее и нет, чтобы она закончилась. Зачем люди так рассуждают, а если нефть закончится? В этом мире, вы знаете, самые развитые страны, у них вообще близко нет нефти. Не нефть является залогом развитости, стабильности. А потенциал умственный, когда у народа во главе этого государства стоят здравые люди, то они приводят страну к успеху. Какие из регионов Северного Кавказа, по твоему мнению, Россию будут русифицировать? Я не буду, конечно, называть никакие республики, потому что это обидит наших братьев, проживающих в этих республиках. Я думаю, в каждой республике люди знают положение своего народа. И просто нужно это осознавать, принимать эти вещи, и этому сопротивляться. Сопротивляться этой русификации. Потому что народ, когда он теряет свои корни, свою религию, свои обычаи и традиции, он превращается, он русифицируется. В России есть очень много таких народов, которые просто потеряли уже давно связь со своей идентичностью. Редактор субтитров А.Семкин